МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На всю Владимирскую вещь от телерадио компании Губернии 33 в студии Александр Козлов. Мы уходим сразу в двух форматах. Телеверсия доступна зрителям канала Домашний, а в эфире радио Дачи и частота 107,9 FM идет аудиоверсия программы на всю Владимирскую. Также запись можно найти на нашем сайте, его адрес сети интернет trc33.ru. Начнем понемногу. 2015 год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Что не случайно, именно на сердечно-сосудистые заболевания приходится наибольшее количество преждевременных смертей. По статистике. Как считают медики, причиной возникновения проблем вот в этой области чаще всего является неправильный образ жизни человека. И вот тут мы переходим к нашей сегодняшней теме. Нежелание человека заниматься своим здоровьем. Регулярно заниматься. Это ведет к тому, что в системе здравоохранения, какой бы развитой она ни была, в принципе трудно контролировать эту ситуацию. Между тем, уже несколько лет в нашей стране действует программа диспансеризации населения. Так вот, что такое диспансеризация, где и как ее можно пройти, и что необходимо для ее прохождения. Вот об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем Изабелой Ивковой, главным внештатным специалистом по медицинской профилактике областного департамента здравоохранения. Изабелла Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. О диспансеризации, в принципе, говорится очень много и давно об этом говорится. Но давайте мы начнем с самых азов. Что такое диспансеризация и кому показана диспансеризация? Кто должен ее проходить? Ну, существует несколько видов диспансеризации. Диспансеризация, самоопределение, это скрининг или наблюдение. Она имеет очень давнюю историю. В Советском Союзе диспансеризация была и поголовная, то есть стопроцентная, и определенных групп по нозологиям, то есть по заболеваниям. Во всем мире сейчас диспансеризация существует, то есть скрининг, выявление, наблюдение. Вот сейчас в нашей стране, то есть вы знаете, что государство выделяет огромные средства, которые направлены на охрану здоровья граждан Российской Федерации. Эти средства очень большие. И когда стали наблюдать целесообразность расходования этих средств, то выявили, что средства-то выделяются огромные, но той отдаче, то есть увеличение продолжительности жизни населения, вот так, как хотело наше государство, ту задачу, которую перед медиками государство поставило, она оказалась не очень выполненной. И тогда вот сейчас у нас здравоохранение резко повернулось на вопросы профилактики. И вот в течение трех лет, с 2013 года, у нас мы работаем по приказу 1006Н, который называется диспансеризация определенных групп взрослого населения. То есть вот каждый гражданин, которому в этом году, вот в 2015, например, году исполняется число лет, которое делится на три, он подлежит этой диспансеризации. Вот то же самое, вот мы проходили диспансеризацию гражданин нашей области в 2014 и в 2013. И таким образом программа составлена таким статусом, что за три года практически основная часть нашего взрослого населения пройдет диспансеризацию, цель которой раннее выявление, я подчеркиваю, раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые являются причиной преждевременной смертности граждан Российской Федерации. Как правильно вы сказали, в первую очередь это заболевание сердечно-сосудистой системы. Это добровольное мероприятие? Это добровольное мероприятие. Но, тем не менее, государство ставит задачу перед медиками, чтобы все граждане, проживающие на территории нашего региона, прошли вот эту самую диспансеризацию. А как она вообще проходит? И даже немножечко с другого начнем. Как ее начать? Вот сидит человек дома, вот он узнал, положим, сейчас вот смотрит нас, узнал, положим, что он разделил число лет на три, он подходит под диспансеризацию. Что ему делать? Значит, он берет пакет документов. Следующий паспорт, полис и СНИЛС. И с этим пакетом документов идет к врачу-терапевту участковому без очереди. Вот я подчеркиваю, без очереди. Он должен обратиться или к врачу, или к медсестре для начала, потому что начинает работу с пациентом медсестра. И объясните, что он пришел на диспансеризацию. Вы будете приятно удивлены, как вам медработники при данном виде посещения будут рады. Другой вариант. Если вам не хочется идти к участковому врачу, то вы приходите, спрашиваете в регистратуре, где находится кабинет медицинской профилактики или отделение медицинской профилактики, и с этим пакетом документов вы идете туда. Сколько обычно занимает времени данная процедура? Это вот очень интересный вопрос. Дело в том, что лечебные учреждения все готовы к приему большого количества граждан, которые пришли на диспансеризацию. Работают кабинеты, работают лабораторные службы, работают инструментальные службы. Но четко сформировать и спрогнозировать поток пациентов в принципе невозможно. Я знаю, что, например, летом 2014 года диспансеризацию в 5-й городской клинической больнице нашего областного центра люди проходили за один день. То есть они делали анализы, посещали окулисты, невропатолога, гинеколога, делали маммографию, делали УЗИ, потому что поток пациентов летом был небольшой. И за один день, то есть потратив буквально 2-3 часа, максимум 2-3 часа, пациент уходил с полным пакетом услуг медицинских, которые предусматриваются данной программой диспансеризации. Вот сейчас время, конечно, очень активное. Очень много посещений в поликлинике, граждан в поликлинике много. И если, например, в какой-то день в поликлинику пришло 5 человек на диспансеризацию, значит, они быстро пройдут диспансеризацию. Если пришло 105, а такой тоже может быть, потому что, я еще раз подчеркиваю, поток пациентов спрогнозировать в принципе невозможно, то, конечно, придется какое-то время посидеть в очереди, и, может быть, в один день не удастся пройти эту диспансеризацию, потому что все-таки возможности лечебного учреждения, возможности диагностической лечебной аппаратуры ограничены. Но я тут же хочу сказать, да, наши граждане, некоторые, вот подойдут к кабинету медицинской профилактики, я сама была свидетелем этого, и говорят, ой, да тут надо сидеть, то есть, ну вот 30 минут посидеть в очереди, для них это проблема. И тогда я вспоминаю тех людей, которые перенесли инфаркт, перенесли инсульт, которые заболели сахарным диабетом, которые заболели онкологическими заболеваниями, то им в поликлинике приходится сидеть гораздо дольше, затрачивать время гораздо большее, и качество здоровья, и качество жизни их совсем другое. А предварительные записи есть какая-то на диспансеризацию? Теоретически, да, можно подойти предварительно в кабинет медпрофилактики и договориться с ними, в какое время подойти. — Вот с 2013 года у нас проходит, вот если вот посмотреть диспансеризацию, там, 2013 год, 2014, ну, 2015 пока трогать не будем. Сколько в год у нас проходит граждан? — Ну, в 2013 году мы ее начинали, только диспансеризацию, и она началась где-то, ну, в основном вот так активно, во второй половине года, около 100 тысяч населения нашей области прошло диспансеризацию. В 2014 году у нас уже 178 тысяч населения прошло вот эту диспансеризацию. — Есть, видимо, какая-то периодичность, с которой ее нужно проходить? — Раз в три года. — Раз в три года? — Раз в три года. — То есть мы сейчас просто еще не набрали нужных объемов? — Не набрали нужных объемов, и основная причина, вот почему в 2014 году мы не выполнили, то есть где-то вот у нас как-то вот целевые показатели какие-то есть по тому количеству граждан, которые в каждом регионе должны пройти в данном отчетном периоде диспансеризацию. У нас было где-то около 200 тысяч. И только потому, что мы не можем дозваться наше население на диспансеризацию. — Вот, кстати, вот по этому поводу. А какие категории граждан, ну, скажем так, сознательно игнорируют диспансеризацию? — Самые разные. Вот я как врач, я не только главным нештатным специалистом являюсь, я еще работаю врачом-терапевтом-участковым. Ко мне приходят очень разные, и молодые приходят. Сейчас очень радует то, что большое количество молодых людей активно приходит на диспансеризацию, потому что в каждом подъезде у нас висит на информационном стенде объявление о том, что мы приглашаем на диспансеризацию, и четко указаны те возрастные категории граждан, которые должны к нам прийти. И очень много приходит молодежи, которые активно... — Это радует, конечно. — Это радует, да. Они приходят, мало того, они потом приходят и узнают результаты диспансеризации, и активно узнают, какие у них проблемы со здоровьем, и активно занимаются теми выявленными какими-то недостатками в их здоровье, которые в ходе диспансеризации мы обнаружили. То есть какое-то четко, что сказать, что вот это население ходит, это не ходит. В каждой возрастной группе есть граждане, настроенные на здоровье, и граждане, не настроенные на здоровье. — Хорошо. Пришел человек. Ну, допускаем, что там какое-то время он потратил, да, у него на руках появились результаты первичные. С этими результатами. — С этими результатами он идет в обязательном порядке на прием к врачу-терапевту участковому. Хотелось бы сказать, что в каждом лечебном учреждении сейчас к любому специалисту, в том числе к врачу-терапевту участковому организована предварительная запись. То есть человек, ну, зная, что вот, например, сегодня он прошел диспансеризацию, где-то, ну, в течение недели идет обработка данных. Если во время диспансеризации какие-то резкие отклонения выявляются, то буквально на следующий день после получения результатов у нас бывают случаи выявления и пневмонии, и заболеваний легких, и бывают случаи выявления даже инфарктов. Вот вы не поверите, даже инфаркты мы выявляем безболевые. — То есть человек пришел на диспансеризацию, а у него инфаркт? — А у него инфаркт, и такие случаи были, или тяжелый вид аритмии, то этим людям в этот же день сообщается по телефону, он приглашается активно на прием, и с ним начинаем заниматься. Другая категория граждан имеет возможность предварительно записаться и прийти, например, через неделю, в то время, когда ему удобно, например, в 12 часов, к участковому терапевту. И участковый терапевт проводит анализ тех изменений, которые у него обнаружены. И если какие-то изменения выявляются, то то, чем он занимался в первом кабинете, о чем мы говорили, это называется первый этап диспансеризации. Он такой широкий, в два этапа идет. И вот тогда, например, пришел молодой человек, который считает себя абсолютно здоровым, но он пришел, у него уровень холестерина существенно повышен. Мы этого пациента объясняем ему и отправляем на второй этап диспансеризации, где он делает бесплатно липидный профиль. К слову сказать, вот липидный профиль, вот сейчас, наверное, рублей 700-1000 стоит в различных лечебных организациях или в платных лабораториях. По программе диспансеризации он бесплатен. Бесплатно, бесплатно. Значит, он идет, делает вот это исследование. Затем пациент возвращается ко мне. Других факторов риска, допустим, у него нет. Я вижу на липидограмме, что у него нарушение. Я объясняю ему подробно, что там суть холестериноснижающей диеты. Рассказываю о последствиях длительного существования повышенного уровня холестерина, то есть о раннем развитии атеросклероза. И дальше в некоторых случаях мы назначаем и лекарственные препараты, осуществляем контроль. Вот, например, вот в 2013 году у меня было выявлено, ну, много случаев дислепидемии. И, конечно, не все граждане, к сожалению, пришли. Но основная масса пришла, получила лечение. И у них на сегодняшний день, то есть они контролируют ситуацию, они озаботились, они хотят жить дольше. На сегодняшний день у них нормальные цифры холестерина. О чем это говорит? Что инфаркт, инсульт и другие сердечно-сосудистые катастрофы, которые косят наше население, у них наступит или не наступит никогда, или наступит, например, в 90 или 100 лет, а не в 50 и 40, как у нас бывает. Напоминаю, гость программы на всю Владимирскую сегодня Изабыла Ивкова, главный инштатный специалист по медицинской профилактике областного департамента здравоохранения. Изабыла Анатольевна, мы сейчас прервемся на блок новостей, а после вернемся к нашему разговору. Территориальный бартер. Владимирская и Нижегородская области могут обменяться землями. Часть Гороховецкого района перейдет нижегородцам, а наш регион, в свою очередь, пополнится соседскими Володарским и Павловским районами. Эта инициатива была одобрена накануне ЗАГС-собранием Нижегородской области. Сама идея обмена принадлежит гражданам, проживающим в приграничных населенных пунктах. Граница между двумя областями около 300 километров. Она разделяет территории трех поселков. Центрального, Груздевского и Торфопредприятия Большое. То есть, каждая из них находится сразу в двух регионах. А это не очень удобно для жизни. Впрочем, история с обменом землями длится уже более 10 лет. И говорить о ее скором разрешении пока не приходится. Процедура эта длительная, требует множества согласований. Единственное, что можно сказать определенно, если размен все-таки состоится, то ни владимирцы, ни нижегородцы в территории не потеряют. У нас как получается? Часть населения, которое прописано во Владимире, проживает на территории в Нижегородской области. А часть, которая прописана в Нижегородской, проживает во Владимирской области. Поэтому предлагается из состава Владимирской области передать территорию площадью 162 гектара Нижегородской области и такую же равнозначную передать нам, во Владимирскую область, то есть в МЕН равнозначной. Мы должны подготовить документы и направить наше законодательное собрание обязательно. Те должны поддержать и утвердить. После этого мы отправляем в соответствии с федеральным законодательством, мы отправляем в Совет Федерации, поскольку в соответствии со второй статьей Конституции, это прерикатива Совета Федерации по изменению границ между субъектами. Но для того, чтобы это направить, первое, мы должны определиться четко и по описанию, и четко по приложению. На сегодняшний день то, что нам сегодня предлагает Нижегородская область, у нас нет ни картографии. То есть вся вот эта геодезическая информация и карта в том числе должно идти как неотъемлемое приложение к соглашению в том числе. Это затратная часть, это нужно заказывать. Поэтому соглашение, которое сегодня у нас вошло в феврале, мы его, к сожалению, пока в таком виде завизировать не можем, потому что Нижегородской области нужно его еще подработать. Торгового офисного центра в парке УДТЮ не будет, а вход на территорию парка надо регламентировать. Владимирские общественники недовольны новым проектным решением по развитию этой городской территории, о чем и заявили на сегодняшних общественных слушаниях, посвященных озеленению областного центра. Рассказывает Карина Романова. Недоозелененный Владимир. Областному центру не хватает 283 гектаров насаждений для должного озеленения. А те деревья и кустарники, которые имеются, хорошим состоянием не отличаются. Особенно следить сегодня нужно за озеленением территорий общественного пользования, считает ветеран градостроительства области Евгений Бирюков. Так как это и есть основной элемент, благоприятный для проживания среды. Всего в городе озеленено около 360 гектаров общего пользования. 257 из них – это лесопарк «Дружба». Однако цифрам этим верить нельзя, считает Бирюков. По его словам, все куда печальнее. Например, парк «Добросельская» в генплане фигурирует с площадью 21 и 27 сотых гектаров. В публичной кадастровой карте – это 16 гектаров. Парк «850-летие» фигурирует в генплане с площадью 15 и 13 сотых гектаров. В публичной кадастровой карте – 13,19. Лесной парк «Дружба» в генплане – 257, в публичной кадастровой карте – 229. Поработать нужно не только с документами, но и с Владимирскими скверами. Каждый из них должен иметь хотя бы полгектара зелёных насаждений. Однако 30 городских мини-парков до этой нормы не дотягивают. Есть скверы даже всего 800 озеленённых квадратов. С парками тоже не всё гладко. Взять, например, территорию возле ДТЮ. Общественники даже не говорят о её эко-развитии. От застройки бы спасти. Известно, что здесь планировалось построить торгово-офисный центр. Теперь речь идёт о некой рекреационной зоне. Первое – парк предназначен для отдыха населения. Это социальный объект, в первую очередь. Это первое. Второе – по нормам, по СНИПам и в соответствии с правой застройки города Владимира 70% территории парка должно быть озеленено. То есть это должны быть газоны, кустарники, древесные кустарники и растители. 70%. Остальное – дорожки, площадки, тканевские зоны и прочее. Третье – застраивать можно в парках не более 7% территории. И то это должны быть оранжереи, какие-нибудь хозпомещения или киоски, например. Но никак не торговые центры. Новый проект парка у ДТЮ общественников тоже не радует. Дело в том, что войти на территорию возможно будет только через частное здание. По такой схеме работает музей деревянного зодчества в Суздале, например. Надо понимать, что территория парка огромна, и сегодня зайти на нее можно с двух противоположных сторон. Предусмотрен ли проектом еще один вход – вопрос. На ночь входное здание парка, скорее всего, будут закрывать. Как отнесутся к такой инициативе владимирцы, которые привыкли гулять здесь, а также брать воду из местного ключика в любое время – неизвестно. Но вряд ли положительно. Карина Романова, Ян Захаров, Губерния, 33. Кризис не помеха. Идем прежним курсом. У работе в условиях экономической нестабильности одного из системообразующих банков страны Сбербанка сегодня рассказал управляющий Владимирским отделением Тимофей Письмеров. По его словам, в 2015 году Сбербанк продолжит развиваться. Повышение кредитных ставок пока не намечается. А мифическую угрозу отключения российских финучреждений от международной электронной системы SWIFT Письмеров назвал «бессмысленным шантажом». Нашим предприятиям, которые так или иначе могут зависеть от этой системы, ничто не угрожает. Что касается нас, обычных жителей Владимирского региона, у нас банские карты, которые со SWIFT не завязаны. То есть нас это прямо не касается. Второе. Для наших предприятий, даже если будут проблемы со SWIFT, мы вместе с Центральным банком, своими европейскими партнерами и партнерами из Штатов, из Китая, мы разработали свою российскую платежную систему. Мы ее тестировали осенью, она готова. То есть если нас отключают от SWIFT, мы работаем по своей расчетной системе. Ну и добавлю, что с полной новостной картиной дня ознакомиться можно на нашем сайте, адрес сети интернет trc33.ru. А мы продолжаем беседовать с Забылой Евковой, главным нештатным специалистом по медицинской профилактике областного департамента здравоохранения. Мы частично уже этой темы коснулись. Какие заболевания, как правило, выявляются? Ну, большее количество каких заболеваний при спонсоризации? Какие проблемные точки у нас есть? Вот проблемные точки, то есть все равно, как бы то ни было, программа диспонсоризации составлена таким образом, что она направлена на раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. В первую очередь, это уровень холестерина, раз. Второе, сахарный диабет или преддиабет, а если медицинским термином сказать, нарушение толерантности к глюкозе. Раннее выявление онкологических заболеваний тоже. Вот, например, по данным и по результатам диспонсоризации 2014 года в нашей области на ранней стадии было выявлено более 300 случаев онкологических заболеваний. Эти все заболевания были выявлены на раннее, подчеркиваю, стадии, когда люди считали себя абсолютно здоровыми, и они прошли все уже лечения, и они уже все в строю и радуются жизни. Вот по поводу именно раннего выявления, давайте смысл его как бы в чем объясним. В чем разница, если мы раньше выявляем ту же онкологию? Чем раньше выявили, тем лучше лечим. На сегодняшний день медицинские технологии таковы, извините, что любые виды онкологических заболеваний на ранней стадии прекрасно лечатся. Когда рак не болит на ранней стадии, жалоб нет. И его можно выявить только при целенаправленном обследовании. Когда у человека появляются жалобы, например, на боли в молочной железе, и он уже приходит к врачу целенаправленно с этой проблемой, то это, как правило, будет вторая, третья, а то и четвертая стадия рака молочной железы. То есть когда уже не до стаза пошли. Да, 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 и эффективность лечения совсем другая. И смысл диспансеризации, то есть вот 300 человек, вот только по онкологии, 300 человек, вот трехсам гражданам нашей области, именно диспансеризация, именно вот эта государственная программа спасла жизнь. Вот прям не побоюсь этого такого высокого слова. Хорошо. Есть у нас города, где пройти диспансеризацию относительно просто. Нужно, собственно, выбрать день, прийти в поликлинику, пройти ее. Если мы берем отдаленные населенные пункты, деревни, где своего медучреждения нет, им как быть? В город ехать? Либо же есть какие-то мобильные бригады? Есть мобильные выездные комплексы, которые выезжают, население заранее информируется, они приходят в этот вот автобус, оборудованный специальным образом, и проходят там диспансеризацию. А где информацию можно получить? В каждом лечении, вот каждый у нас гражданин нашей области, он прикреплен к какому-то лечебному учреждению. Вот в этом лечебном учреждении нужно спрашивать. Понятно. То есть есть некий график, куда, в какой населенный пункт мобильная бригада выезжает? Ну, своего участкового врача, особенно в населенных пунктах, ну, отдаленных, как вы говорите, вот таких маленьких, деревнях, они все знают, или знают фельдшера ФАПа. И фельдшер ФАПа однозначно информирован, и он тоже работает в этой программе. Вы уже отчасти эту тему затронули, связь диспансеризации с продолжительностью жизни, вот если можно поподробнее. Вот рассказываю, женщина, жалоб нет, пришла на медосмотр, попала к гинекологу, выявлено воспалительное заболевание женской половой сферы. Значит, мы ее автоматом отправляем на второй этап диспансеризации уже к врачу-гинекологу, где будет пройдено вот все необходимые пакеты исследований, которые вот согласно второму этапу диспансеризации предусмотрены. Вот там женщина проходит лечение, у меня огромное количество пролеченных женщин. О чем это говорит? Что женщина, если нет в половой сфере в женской хронического воспалительного заболевания, значит, вероятность развития в будущем у нее онкологии сведена к минимуму. Защищаем, увеличиваем продолжительность жизни? Увеличиваем. Второе, мы находим у женщины мастопатию. Пусть мы не рак молочной железы выявили, мастопатии находим в ходе диспансеризации. Маммография, опять же, подчеркиваю, бесплатно. Стоит она свыше тысячи, если вот так пойти делать куда-то. Значит, выявляем огромное количество мастопатий. Рака молочной железы наши все женщины все-таки боятся. Они тут же, когда мы являем изменения, приглашаем их, они тут же идут к врачу, онкологу, маммологу. Врач, онколог, маммолог, во-первых, берет их на диспансерный учет. Он назначает им различные лечебные и оздоровительные программы. И данная пациентка будет наблюдаться, она будет регулярно приходить к врачу. А если бы она не пошла на диспансеризацию, то через пару-тройку лет она уже пришла бы с третьей-четвертой стадии. То есть мастопатия, которая у нее существовала, с достаточной долей вероятности могла переродиться в онкологическое заболевание. Следующий вариант. Вот такой вариант. Дальше. Мужчина. Жалоб нет. Вот, кстати, у меня лично на участке очень мы с работаем, женщины как-то охотнее идут, мужчины терпят до последнего. Но вот сейчас у нас буквально недавно случай был, женщина буквально за руку своего 54-летнего мужа привела на диспансеризацию. Вот за руку водила по кабинетам. И во время диспансеризации у нее оказался онкологический маркер ПСА, простатоспецифический антиген оказался повышенным. То есть мы его тут же отправили к урологу, и у него был выявлен рак предстательной железы на ранней стадии. Мужчина чувствовал себя прекрасно. У него никаких отклонений, у него сахар нормальный, холестерин нормальный, давление нормальное. Выглядит хорошо, работает активно, жалоб нет. Почему он и не хотел идти на диспансеризацию? Я себя чувствую прекрасно. Рак предстательной железы на ранней стадии. Сейчас уже вот он находится у урологов и проходит лечение. Важно-важно. И следующее. А вот еще, что очень наглядно, вот именно уровень холестерина. Уровень холестерина. Нормализуйте уровень холестерина. А в цифрах можно какой-то? То есть регулярное слежение за уровнем холестерина ведет к увеличению продолжительности жизни на? На. Значит, тут зависит от многих моментов. Значит, если бы мы берем, например, абсолютно двух одинаковых людей, во-первых, зависит от уровня холестерина, например, 5,2, это тоже повышен, но он всего чуть-чуть повышен, да. А есть 7,8. То есть тут такой вот, как бы таких исследований не проводилось. Но на 5-10 лет он проживет дольше. Это значительно. Это значительно. Но на это никто не обращает внимания. Холестерин не болит. Он болеть начинает только когда? Когда развивает инфаркт, инсульт и различные с ними сочетанные патологии. Еще, наверное, последний уже вопрос. У нас заканчивается время. Есть ли у вас данные, каков экономический эффект, возьмем так вот, два направления в рамках страны от диспансеризации и возьмем, ну так, более приземленно, в рамках бюджета одной семьи? Значит, пока эти исследования ведутся, потому что вот соберутся данные, собираются данные 13-й диспансеризации 13-го, 14-го, 15-го годов. Все это будет суммировано. Дальше мы не сразу ожидаем, вот что в 16-м у нас резко увеличится продолжительность жизни. То есть для того, чтобы вот... Ну да, это вопрос длительный. Да, это вопрос длительный где-то, где-то ожидается это где-то через 5-6 лет. И вот экономические программы исследовательские, они сейчас ведутся, поэтому вот так вот конкретно сказать я не могу. А в рамках бюджета, подождите, а в рамках бюджета семьи очень даже скажу. То есть, например... Интересно. А как интересно. Вот этот самый молодой мужчина, он, значит, он пап, он хозяин семьи, он содержит семью. Вот он сейчас соперируется, пройдет или не пройдет, там будет решать врач-онколог курс химиотерапии, дальше будет находиться под наблюдением, и что он будет работать? Он будет работать дальше. В другом случае ситуация, жена там не работает, жена инвалид, двое детей, ну, 12 и 10 лет, то есть школьники, то есть их еще растить и растить. Если бы вот эта диспансеризация не была проведена, тогда у этого мужчины через, ну, три года точно уже появились бы клинические симптомы, то есть ему бы удалили простату, там, ну, в общем, кучу... Ну, неприятных, кстати, вещей. Он не смог бы работать, оформил бы инвалидность, и вот они всей семьей жили бы не на его теперешнюю хорошую зарплату, и у них уровень жизни достаточно высокий в данной семье, а жили бы на два пособия по инвалидности, ну, государство помогало бы содержать детей, но качество жизни было совсем другим бы. Показательные примеры. Конечно, показательные. Напоминаю, гость программы на всю Владимирскую сегодня Изабелла Ивкова, главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного департамента здравоохранения. Изабелла Анатольевна, у нас вышло время, спасибо вам большое, что пришли, что рассказали, я думаю, те примеры, которые... Приходите на диспансеризацию. ...которые вы привели, очень показательные, и они дойдут и до рассудка, и до эмоций наших телезрителей. Спасибо вам. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. До встречи на телеканале «Домашний» и в эфире «Радио Дача». Будьте здоровы!